Ваше Высокопресвященство, дорогой Евгений, дорогие отцы, друзья, братья и сестры, приветствую вас и хочу от сердца поблагодарить, прежде всего, вас, Ваше Высокопресвященство, за приглашение и возможность сегодня присутствовать в этой замечательной стране, прекрасном древнем городе и делиться с вами своими мыслями о Господе и о нашей молодежи. Те көрgesti püüdsetus, kallis valitseja Eugenie, kallid ööd, vennad, isad ja külalised, ma tervitan teid täna ja tahan eelkõige tänada kogu südamest teid, metropolit, selle kutse eest ja selle võimaluse eest osaleda siin tänasele konverentsil, sellel imepärausel maal, ilusas vanas linnas ja jagada teiega oma mõtteid, oma meiesiandast ja meie nõurest võlvunost. В названии моего доклада присутствует триминный аспект. Мне хочется сегодня вместе с вами просуждать не просто о Христое и молодежи, но именно о Христое сегодня и молодежи сегодня. В своем стремлении я исхожу из убеждения, что мы очень много в церкви говорим о прошлом. Продолжение следует... Продолжение следует... Без сомнения мы должны обращаться к историческому прошлом наше церкви, говоря святых об опыти жизни в период ганений, но мне кажется нам очень важно говорить именно об актуальном сегодня. Продолжение следует... 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 Вечный Бог познается нами в божественных энергиях и вот как раз опыт Богопознания подвержен временной притяженности, времени. Говоря о Боге, размышляя о Боге, молясь Богу, мы меняемся. Происходит процесс Богопознания. Игавест Jumalat tunnetame meie läbi Jumalike энергiate ja just nimelt Jumala tunnetamise kogemus on söötud ajaga. Рääkides Jumalast, arutledes Jumalast, paludes, palvetades Jumala poole meie ise muutume ja toimub Jumala tunnetamise protsess. И человек в церкви, опираясь на опыт Богопознания церкви, в конце концов, должен приобрести свой опыт личного общения со Христом. Такой опыт, который царь и пророк Давид выразил в своем псалме, ибо отец мой и мать меня оставили меня, но Господь примет меня. Опыт бесконечной божественной любви. Ja inimene kirikus toetudes kiriku Jumala tunnetamise kogemusele teab lõpude lõpuks omandama isikliku kogemuse suhtlusest Kristusega. Sellise kogemuse, mida kuningas ja profet Taavet on väljandanud oma sõnadega salmis, et isa ja ema jätsid minu maha, kui Tissand võttis mu vastu selline igavese Jumaliku armastuse kogemus. Простите, если я говорю всем известные вещи, но сегодня мне очень часто приходится слышать о том, что Господь нам нужен только для того, чтобы избавиться от греха, или чтобы иметь некую жизненную опоруму для гармоничной жизни. Все это безусловно верно, но не может быть конечной целью нашей веры. Отки муле andeks, кui ma räägin kõikidele tuntud asju, kuid täna ma kuulen väga tihti sellest, et Issand on vaelik meile ainult selleks, et vabaneda patust. Või siis, et omada teatud elulist tuge harmonialiseks eluks. Soovimist, omandamist, alandliku ja tasase vaimu omandamine, need on eelkõige vahendid, mille abil me võime saavutada lõpliku eesmärgi. Ja lõplik eesmärg on Kristus. Темaga ühinemine, armastuse vaimus ja vaimulikus rõõmus. Ведь, kak časta, sivodne, naša duhovna jisn abarajavatsi liis barbõj so grihom, kak samam glavnõm zlom. Meždu tem, ees jo, atce Apalagete pervõh viikov kristiãnstva sformulirvali tēzis o tom, što zlo ne imeet sõčnosti. Zla ne sušistvujet. Sušistvujet nedastatak dõbra. Очень важный день, мы ваимуликос межелес. Коих смотрят, что мы витлим патуха, как и пеознавая курьера. Которые мы обидем, что в его доме, что в этом доме, как и в chickpeа, как и в этом доме, кристаллические аппологииды формулировали тестики и тестики, что курюс не есть курюс не существует но существует хеология и хеология прошло меня правильно понять борьба с грехом необходима как преодоление своих греховных привычек и склонности но не делание греха еще не делает нас христианами не делай это серебряные правила вятхова завета Господь Иисус Христос нам оставил в новом завете новую заповедь да любите друг друга куит пану минд маиста въигести витлус патука он хадавая лик täпсами ненесе патусте харюмусте юлетамист и патусте патусте харюмусте юлетамист куит хоржа на ситуацию когда вот я сегодня приехал на поезде человек пришел бы на Талинске вокзал и сказал дайте мне билет из Сталина но не указал конечную точку суббивание боюсь такой человек далеко не уедет не указал не указал Это основное место, когда я получу Талинна ваксалис и отвечу, что мне пилет Талиннад. Но куда? Это не говорится, и очень удобно, что я не могу куда-то садить. Мне кажется, это очень верный и самый главный актуальный сегодня мысль, особенно в контексте нашей сегодняшней обсуждаемой темы. И мне кажется, что это очень верный и актуальный вопрос сегодня, особенно в контексте, в которых мы сейчас рассказываем. В современной молодежи, это словосочетание чаще всего с некой грустью в голосе произносит старше поколение под отношение к младшему. Передавайте грусть как эстафетную палочку от поколения к поколению. Сегодня мы с пересемем. Что это за людей такие, молодежи? У психологов и социологов есть свой ответ на этот вопрос. Я предпочитаю мыслить поколениями. Если за меру поколение взять 25 лет, то жизнь человека, как известно, примерно 3-4 поколения. Так вот мне кажется, что вторая половина первого поколения и первая половина второго поколения это есть молодежь. Иными словами человек в возрасте от 12 до 35 лет. Характерная особенность этого возраста человек является то, что мир, в котором человек живет до 35 лет, это так или иначе мир, который для него создали предыдущие поколения. В этом заключается та ответственность старших поколений перед молодежью. И прежде чем высказать критику о них, подумаем, на том, какой мир мы им создали, хотя конечно мы понимаем, что многие мировые процессы запущены за долго до нас. И когда мы начинаем говорить о многих критиках, мы подумаем, что это мир, в которой мы создали, что они живут, как они живут, и мы создали, что много процессов, как они живут, как они живут. Но Иссандр лыи милей, в том, что они живут, как они живут, как они живут, как они живут. Мы часто говорим о том, что молодежь в нас не нуждается. Но давайте подумаем над тем, нуждаемся ли мы в молодежи. Уверен, что да. Мы раэгим тихти, что для молодежи не есть у нас, но мы можем сказать, что нужно, если у нас есть у нас у нас, Но мы сегодня все ощущаем одну вещь. Современная молодежь, особенно в возрасте до 25 лет, нам кажется совершенно непонятной и отличной от нас. Мы часто раздражаем сели разводя руками от непонимания, почему все наши воспитательные усилия не достигают цели. Почему то, как воспитали нас или то, что нас дыхнавляла, не дыхнавляет наших детей? И легче всего, как мы часто и делаем, упрекнуть в проблемах молодежи, телевидения, интернет, внешнюю среду. Но если мы действительно хотим помочь современным молодым людям, мы должны их услышать. Нам важно научиться говорить им о том, что интересно и важно для них. А не о том, что интересно нам и о том, что мы хотим сказать. Мы должны изучить, изучить, что интересно для них, но не о том, что мы сами хотим сказать, а не о том, что мы сами хотим сказать. Сначала точка этого диалога может стать наше осознание того трагичного положения, в котором находится современный молодой человек. И в конце концов, к этому, мы должны понимать, что мы должны быть в земле, который сегодняшний человек. В 20-м году были в часе глобального слоума всех родовых и семейных связей. Сам институт семьи подвергся колоссальному давлению. Революции, гражданские и мировые войны начало 20. века изменили гендерную картину европейской цивилизации. Рост промышленного производства и как следствие городского населения привело к тому, что прежние обычные связи, то есть жизнь по обычаю, приняты в семье, разорвались. Революционид, суured ilmasõjad, кodusõjad 20. säändi alguses muudsid sellise tavapärase Euroopad civilisaatsiooni pilti. Те принципы духовно-народственной, культурной и общественной жизни, которые передавались с поколением, в поколение перестали транслироваться. И эти основные, обычные, культурусные, культурные и общественные, которые, которые передавались, продолжали, продолжали, продолжали. Особой верхой стал появление интернет- и развитие средств коммуникации. Молодые люди, которые не помнят жизни без интернета и мобильного телефона, совершенно отличаются от предыдущего поколения. Они иначе думают, иначе воспринимают информацию, а не качественные другие, не хуже, а именно другие. Но самое главное, они зачастую очень одиноки и часто несчастны. Несмотря на то, что проводят в средствах коммуникации, в сети интернет, в социальных сетях в среднем до 60 часов в неделю, тут огромный поток информации, который они потребляют, полностью дезориентируют их в жизни. Они часто в 16-17 лет уже устали жить, при этом имея, как нам искренне кажется, все блага жизни, но лишенных главного блага – любви. Их, как нам искренне кажется, что они не могут быть в жизни, но не могут быть в жизни, но они могут быть в жизни. аэга социалистов, въргустиков и интернетов, в целом около 60 тундов. И этот инфо-холк, Мога над Тарвитават Тезориентеерив Неид Неид елус Их, 16-17 Астасель Вäsиват Над elамаст Холимата sellest Meile тundub, et Neil on kõik eluhüved olemas Aga tihti on nad Ilma kõige peamisest Ilma armastusest Посмотрите, как в современных молодых людях Ут газ творческий потенциал За последние 15-20 лет Praktически не рудилось Никакой новой subkultури Или нову направление, например, музыкальне культури И это касается все европейские молодежи И самое главное радостно Общаются гораздо меньше, чем прежде За всеми железными занавесами Идеологическими разногласими Ja муле тundub, et Tänapäeva noored inimesed Erinevatest Maadest Omades Küll Ни palju erinevaid võimalusi Suhtlemiseks Reaalselt Ja mis peamine Vähese rõõmuga Suhtlevad Teine teisega Ja isegi Ennem Kui olid Nii-öelda Raudse teisriidet Ja Ideologilised Eriarvamused V jasnom Осозnani Ettego tragического Положения Nаша ответственность За это Поколение Технический Прогресс Не остановить Новые Технологии Все быстрее Будут включаться В нашу Жизнь Мы Не должны Не сможем С ними Бороться Мы должны Подвергать Их Осмыслению И подчинять Их решений Проблем Современного молодого Человека Selges Arusamas Sellest Traagilisest Asjade Olukorrast Mis Mis praegu Valitseb Ja meie Vastutusest Selle Noore Põlvkonna Eest Me ei suuda Peatada Tehnilist Protsessi Uued Tehnoloogiat Tulevad Ja Üha kiiremini Saavad Lülituma Meie Ellu Ja Me ei pea Nendega Võitlema Aga me peame Neid Mõttestama Lahti Mõttestama Ja peame Nad Allutama Nendele Tänapäeva Noore Inimese Probleemide Lahendustele Lahenduste Leidmiseks Sõzdavad Sõzdavad Võitle Võitle Sõdavad Võitle Võitle Ene Organnis Zanimais Mõtteljõ Nõm Mõtteljõ Võitle Nää Mõtteljõ Nõi Nõi Võitle Tõttat Võitle Võitle Nõi мы формулируем и реализовать как во сейш ha В многом это имеет отношение к жизни церкви. Церкви, как тело Христова, живет в истории и земная церкви подвижна всем тем процессам, которые происходят вокруг. И церкви есть, что сказать современному молодому человеку о Христое, именно о Христое. И очень многое преимущество требует кирик. Кирик, как Христое христое, живет в аjалоус. И церкви нахристое нахристое, которые происходят в мире. И церкви нахристое, как христое христое, живет в мире. Мы приходили в церкви, как совершенно иной мир. Кирик, как христое, живет в мире. Кирик, как христое христое, как христое христое. Кирик, как христое христое, смогут обрести свободу и научиться истинной любви. Кирик, как христое 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 х Святейший Патриарх Кирилл в своем выступлении на Архиерейском соборе в 2017 году сказал о том, что проповедь, обращенная к молодежи, должна показывать вечную новизну благовестия Христова, демонстрировать, что именно в следовании Христу есть истинный протест, уход от трафаретного поведения, навязанного секулярным миром. Джут, который наше время перед pink, то есть, что стоит родиться, демонстрировать, что именно Христу есть истинный протест, что в данном, что в том, что для этого путьев на протестах Кирилла охрана радио, что именно в форме, что стоит трапевать, Для молодежи важна идея о том, что христианство – это религия свободы, а не религия запретов, кроме запрета греха, и что те или иные предлагаемые христианину самоограничения нужны лишь потому, что помогает нам обрести полноту жизни и осознать, что есть подлинная любовь, которая не прекращается окончанием физической жизни, но переходит в вечность, сказал Святейший. Почему нет? В заключении хочу сказать, что мы с вами должны приложить много усилий, чтобы современный молодой человек поверил нам в том, что Церковь Христова это место, не где говорят о Христе и о Боге, а место, где Христос с распростертыми объятиями ждет молодого человека, со всеми его ошибками, со всей его внутренней бедой, ждет, чтобы утешить, ждет, чтобы избавить от одиночества и бессмысленности жизни, ждет своей божественной любви. Продолжение следует... Потому что он время сэкономил, мог еще выступать 20 минут. Пожалуйста, да. Сейчас микрофон вам поднесут. Владыка, я хотела спросить о следующем. Вот вы говорили, что очень важно, чтобы услышать молодежь. Но вот я очень много тоже общаюсь с молодежью, с детьми в школе. Вот будет ли возможным переформулировать эту мысль следующим образом. Сейчас, я бы сказала, очень сильное расслоение среди детей, среди молодежи, такого, которого не было раньше. Потому что в зависимости от того, сколько они проводят за гаджетами, или они вообще в него погружены, тогда они абсолютно невосприимчивы. Либо родители их уберегли, и тогда они такие же самые, как есть. Либо вот какое-то промежуточное состояние. И вот в этом промежуточном состоянии, наверное, именно к нему вы предлагаете обратиться, потому что они действительно очень часто одиноки, но они нуждаются именно в личном услышании. То есть можно ли сказать, что вы предлагаете обратиться именно лично к человеку, а не ко всем? Совершенно верно. Это было главное содержание моей мысли. То есть очень важно обратить, ну как, от сердца к сердцу. То есть им вот этого как раз обращения от сердца к сердцу сегодня крайне не хватает. И самое главное, что они не могут даже это сформулировать. Они не понимают вот того состояния, которым они оказываются. И выход опять-таки находят все больше и больше, погружаясь в то самое виртуальное общение. И от этого их тоска только усугубляется. Поэтому совершенно верно. То есть вот это общение от сердца к сердцу, чего мы часто иногда не умеем. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо за доклад, Владыка. Ну даже хотелось бы, может, особо акцентировать внимание на фразе, что мы нуждаемся в молодежи. И таким эпиграфом своеобразным может быть и к вашему докладу, было бы стать эта фраза, и к нынешнему мероприятию. Все-таки вот в какой форме говорить от сердца к сердцу? Может быть, как-то вот конкретные советы, ну прежде всего пастырем, может быть, но и всем людям, которые задействованы в молодежном служении или в работе с молодежью в государственной сфере, вот могли бы посоветовать, как явить красоту и содержательность, которую вот вы узрели в свое время? Спасибо. Мне кажется, очень важно говорить, ну как знаете, не вот учебником, не словами учебников, а словами собственного личного опыта. Они очень тонко чувствуют, когда мы им говорим о том, что сами переживаем или переживали. Это тоже, как бы, знаете, не очень свойственно в нашей традиции, вот так вот говорить о личном, глубоко личном. Но личный духовный опыт, он очень востребован вот именно в таком общении. И они со вниманием иногда, вот сколько мне приходилось тоже общаться с разными подростками, иногда с трудными подростками, как это называют сегодня. И они с большим вниманием слушают о том, о нашем детстве, о том, как мы проживали, о том, как мы преодолевали в своей жизни те или иные трудности, в том числе внутренние, о том, почему в конечном итоге выбрали Христа, и почему для нас мир и церкви стал таким, каким он стал. То есть очень важно вот в этом личном общении, то есть, понимаете, мне кажется, сейчас время, даже вот я по общению с молодежью, у меня вот в начале моего служения такого архипастерского, я ездил по епархии и встречался со школьниками, и, как правило, у меня собирались старшеклассников, то есть такой зал большой. А вот в последнее время я понял, что гораздо эффективнее это классный час, когда они, во-первых, друг друга лучше знают, они более открыты друг с другом, и они готовы к более сокровенному общению. И что очень важно, чтобы была какая-то серия встреч, то есть когда наше общение с ними, оно не заканчивается вот одной встречей, а когда вот с одним этим маленьким классом, там 25-30 человек, и вы как бы проживаете какую-то часть их жизни, они даже заметно, как они от беседы к беседе, они раскрываются. Причем вот в последнее время я выбираю темы для своих бесед под такими названиями, что такое любовь, что такое жизнь и смерть, что такое свобода. Эти вещи, о которых они думают, эти вещи, о которых они переживают. Тема жизни и смерти очень актуальна, они всегда на нее очень живо реагируют, потому что вокруг что-то происходит, даже иногда одноклассник, это разные вещи. Близкие люди, они начинают их терять. Это всегда очень отзывчиво. И сразу видно человека, который не знает, как с этим. То есть в школе никто не может об этом рассказать. В обычной светской школе эти темы не обсуждаются совершенно. То есть ни о любви, ни о свободе, ни о жизни и смерти. У нас в программе это и есть, но может быть на уровне литературных произведений, кто в определенном контексте. Поэтому вот этот момент, то есть малая аудитория, какая-то последовательность обязательно, и обязательно личное что-то. И вот это, ну, они раскрываются, они пытаются подходить, о чем-то тоже в своем личном пытаются говорить. Не все, понятно, но это как-то можно достучаться. Владыка, вы сказали, важно служить молодежь. Какая у них запрос к нам, к старшему поколению, да? И ответом является Христос. Но между их запросами и Христом существует большой зазор. Чем его заполнить? Как вот эти запросы переформулировать на Христа, на подвиг, на скетику, на подвижничество, на помощь другим? Они не ориентированы на это. Запросы другие. Я все правильно вас понял. Вы понимаете, к подвигу, честно, они вообще не готовы. Но прежде чем они к этому придут, они должны почувствовать, что они нужны Богу. Вот эта проблема, она, знаете, она касается и вот даже детей церковных, особенно тех, кто в воскресных школах был. Мы иногда забываем о том, что вера должна расти вместе с человеком. Когда они остаются в категориях вот своей детской веры, то, что они узнали из воскресной школы, когда они взрослеют, вот тот уровень общения с Богом, то понимание Бога, которое у них есть, оно их совершенно не удовлетворяет. то есть они не чувствуют, что их вера, то есть вот то, что Господу интересно, то, что сейчас с ними происходит. Те три волнения там юношеские и вот разные вот переживания их. И вот я сказал об их одиночестве. Это же одиночество, оно не только среди сверстников, оно очень часто и среди вот как раз родителей, они чувствуют себя очень одинокими. И вот этот вакуум, о котором вы говорите, мне кажется, как раз и можно заполнить тем, если мы им сможем, ну, не знаю, убедить, не убедить, но рассказать о том, что они нужны Богу и что в каких-то своих маленьких неприятностях, которые у них совершенно случаются, что если они научатся в этих неприятностях хоть какому-то самому примитивному обращению к Богу, они будут получать ответ и они будут приобретать свой личный опыт. Понимаете? Это очень важная связь. То есть тогда то, что они делают, ну, я не знаю, там, экзамены, не экзамены, это значит они личные, все что угодно. Если при этом есть какая-то молитвная, самая примитивная обращенность к Богу и они получают ответ и искренне обращаются, они на это очень живо реагируют. Они очень живо реагируют, они понимают, что, ну, как бы, вот, кто-то отвечает, молитва – это действительно диалог. Это не просто, чтобы все было хорошо, а если объяснить, что это именно диалог с живым Богом, а не некая абстракция. Ну, понятно, что это все очень часто индивидуально, разные семьи, разные меры, вот, как бы сказать, погруженность в этот виртуальный мир, как Ольга Леонидовна сказала, по-разному всегда бывает, но вот общий принцип, мне кажется, был бы таким. Еще вопросы, пожалуйста. А какой результат этой проповеди? То есть, какого результата мы ждем? Вот при общении, там, воскресной школы или еще что-то, ну, церковными детьми становятся единицы. А вот что считать положительным тогда результатом общения молодежи в проповеди, ну, на протяжении, там, 10-20 лет? Ну, естественно, результат должен быть их воцерковленных, обоцерковленность, осознанная, вдумчивая вера взрослого человека, которая, вера не от слышания, а вера от опыта. И это иногда долгий процесс, иногда очень долгий процесс, но вот результат, конечно, должен быть таким. Они становятся частью церкви, для них церковь перестает быть чем-то чужим и непонятным, но я вот об этом обратил на это внимание. То есть, нам было легче, ну, я про себя могу сказать, да, как я вырос в нерелигиозной семье, легче именно потому, что мы пришли в церковь, мы как бы нам, ну, так, как бы, не то, чтобы нам никто не говорил о Христе, да, но мы пришли в церковь как потрясающий, вообще удивительный мир. У них, я сказал, этот мир есть. То есть, да, то есть у них обратная последовательность должна быть. Они должны почувствовать, что они нужны Богу, и вслед за этим появляется необходимость и потребность человека присутствия в церкви, потому что и в церкви он встречается с Богом. Ну, а если вот, как вы говорите, вот где-то в классах работаете с ними, и возможно, что семья и все окружающие не даст им возможность сразу прийти в церковь и стать церковными людьми, но заронит в них какое-то семечко, которое может прорасти там 10-20 лет, это тоже положительное? Однозначно. Меня все время утешает цитата из Зевянова Паустова, сказал, мы должны быть как река, которая течет, вне зависимости от нее, пьет кто-нибудь из нее или не пьет. Но вот эта река, они должны знать, где эта река находится, и что из нее можно попить. Спасибо. Спасибо, Владыка, за ваш доклад, за вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ